Диана Шилова Диана Шилова Светлана Николаевна, я думаю, вы начнете представление самого Института управления экономикой и финансов. Подготовка каких кадров вы занимаетесь? Понятное дело, что это экономисты. Но какая именно сфера деятельности? Какие проходные баллы в среднем на бакалавриат? Добрый день, уважаемые ребята, добрый день, уважаемые абитуриенты нашей будущей, добрый день, уважаемые родители, все те, кто нас слышит. Мы рады приветствовать вас от лица Института управления экономикой и финансов нашей сегодняшней дискуссии. Безусловно, на сегодняшний день наш институт является, наверное, центровым и лидером при подготовке экономического профиля по разным направлениям подготовки. При этом стоит отметить, что наш институт уникален. У нас не только чисто экономические направления, как это звучит из названия института, но у нас есть совершенно для вас, возможно, необычные направления подготовки, но тем самым это и есть наше конкурентное преимущество. Итак, кто же эти счастливые люди, которые живут в стенах Института управления экономикой и финансов? Это будущие экономисты, причем профиль экономический, он кардинально широк. Если вы придете к нам, то в будущем вы сможете строить траекторию своего развития, начиная от аудита, например, бухгалтерского учета, консалтинга и большая четверка, иногда мы говорим большая шестерка, то есть все консалтинговые международные фирмы открыты будут для вас. И спектр этот настолько широк, что вы можете выбрать для себя такие направления, как корпоративные финансы, заниматься аналитикой мировых процессов, связанных с финансами. Кроме того, будет такой же профиль, как мировая экономика и региональная экономика, то есть мы понимаем, что это совершенно другое направление, отличное. Вы можете погрузиться вглубь особенностей экономического поведения конкретной организации, и это будет профиль экономика предприятий и организаций. То есть экономическая развилка крайне широка. Кто еще? Безусловно, это будущие управленцы. Причем управленцев мы готовим также совершенно различных. От стратегов будущих, маркетологов, бизнес-аналитиков мы понимаем, что это настолько кросс- и мета-предметная компетенция. Мы четко понимаем, что это финансовые управленцы, которые будут заниматься, где деньги – это самое главное, и экономическая эффективность. Но также мы не забываем и про социальную сферу, для нас это очень значимо. И в этом году мы впервые запускаем уникальный проект, который мы реализуем совместно с фондом «Капитаны», где будем готовить будущих предпринимателей. Безусловно, вы можете сказать, что насколько предпринимателям это качество в себе можно развить. Это дискуссионный вопрос, поэтому я предлагаю ответить на этот вопрос вместе с нами, придя в наш непосредственный институт и пройдя этот путь в течение четырех лет. Но кроме направления менеджмента, у нас есть еще и такие значимые управленческие компетенции, как управление персоналом, потому что мы понимаем, что и в начале 20 века, а тем более в начале 21 века кадры решают абсолютно все. Поэтому управление персоналом вы также найдете в стенах нашего университета. Как же без госслужащих? Если посмотреть вокруг, то практически 90% всех людей, которые занимают сейчас высокопоставленные должности в сфере госвласти, это выпускники непосредственно нашего института. Естественно, это традиционное направление подготовки. Но, как я и говорила в начале, что еще мы имеем на сегодняшний день? У нас есть такие направления подготовки, как география, природообустройство и водопользование. И, соответственно, возникает первый вопрос, когда слышат, а почему у вас? Потому что это необходимо. То есть это как раз развитие территории, и наш институт – это уникальная точка пересечения, где мы можем рассчитать экономическую эффективность, посмотреть, что будет с экологическим аспектом, где правильно разместить предприятие, и как, самое главное, всем этим управлять. То есть все эти направления подготовки у нас перечислены. Что еще вы можете получить, придя к нам? Такое уникальное направление, и сейчас очень популярное, ребята, это действительно так, и конкурсы это подтверждают, это направление экономической безопасности. Это специалитет, это уже не бакалавриат, соответственно, вы будете учиться чуть дольше, но у вас также широкий спектр, который будет заключаться, что практику вы будете проходить, например, как в органах судебных различных направлений, так и аудитом будете, потому что экономические преступления – то есть это значимая компонента данного направления. Соответственно, вы понимаете, что это тоже очень широкое направление. Но и в силу того, что мы готовим специалистов по географии, то, безусловно, мы проявляем свою социальную направленность в рамках нашего института, и мы готовим представителей будущих педагогов, и это направление также представим в нашем институте. Ну и так как управленческая компетенция, она зашкаливающая, то Татарстан, Казань, центр, мы понимаем, что без туристической привлекательности дальше мы двинуться с вами не можем. Поэтому, если вы хотите быть управленцем в сфере туризма, то добро пожаловать к нам на такие направления, как туризм. При этом наша социальная направленность этим не ограничивается. У нас есть еще одно очень интересное направление – направление сервиса, где вы можете реализовать себя как в управлении недвижимостью, очень популярный на сегодняшний день профиль подготовки и перечень дисциплин, которые готовят специалистов этого рынка, так и все, что касается сферы гостеприимства и туризма. Вот, наверное, вкратце, краткий перечень, насколько он показался вам кратким, все, что касается направлений подготовки нашего института. Но мы понимаем, что ритейл или электронная коммерция – наше все. Если вы посмотрите внимательно план приема, то увидите, что и это направление подготовки присутствует у нас. Соответственно, все процессы цифровизации стороной обойти нас не могут. Но в двух словах, кто еще мы? Я сказала, что мы самые крупные. Действительно, у нас очень большая семья. Это порядка 7 тысяч студентов. У нас порядка 350 преподавателей и большой еще штат сотрудников, которые помогут вам пройти с интересом и с хорошими воспоминаниями этот путь образовательного трека в стенах нашего института. Безусловно, вы понимаете, что Казанский федеральный университет своей целью ставит еще и научное развитие. И это направление представлено также, естественно, и в нашем институте. Поэтому, поступая к нам, вы можете пройти всю цепочку своего развития, начиная от бакалавриата, как я сказала, у нас есть уже и специалитет, магистратура и, самое главное, это аспирантура. То есть полный цикл, все три уровня высшего образования, они все представлены в нашем институте. И стало это возможным благодаря, безусловно, важной компоненте, что у нас сконцентрирован прекраснейший научно-педагогический состав, который занимается исследованиями, которые болеют душой за свои направления подготовки, и в дальнейшем транслируют это уже непосредственно в аудиториях для того, чтобы передать все ведущие разработки, которые они делают, своим студентам, своим обучающимся. Что еще нужно сказать про наш институт? Это является обязательным направлением. Про международную деятельность вы можете потом в дальнейшем детально расспросить. Оксана Викторовна, которая присутствует на нашем инсталайфе. Но, безусловно, все, что касается у нас с вами социально-воспитательной работы, то мы, я не побоюсь этого, да, слово, мы самый дружный институт Казанского федерального университета. Соответственно, безумное количество клубов и активностей. Приходите к нам на первый этаж по адресу Бутлерова, 4, и вы в любое время суток увидите в коридорах, что кто-то репетирует танцы, кто-то поет, кто-то играет. У нас прекрасный актовый зал, в который оккупировали абсолютно студенты и непрерывно производят там свои шедевры, которые защищают на абсолютно любых театральных постановках, как у нас в стране, так и за ее пределами. Поэтому, дорогие ребята, приходите к нам, если вы амбициозны, если вы хотите быть первыми, если вы хотите быть чемпионами, если ваш трек жизненный направлен на то, что вы хотите кросс-культурной, мета-культурной компетенции, если вы понимаете, что вы готовы жить в таком объединенном новом пространстве, где представлены разные направления подготовки, и результат в виде будущих стартапов, социального предпринимательства, каких-то самых безумных научных разработок, то добро пожаловать к нам. Будем рады вас видеть и вместе двигаться дальше. У нас уже появилось большое количество вопросов, и первый вопрос это, как будут называться направления, связанные с предпринимательством, про которые вы только что рассказывали. Это будет направление у нас менеджмент. Если вы посмотрите план приема Казанского федерального университета, вы увидите, что это отдельная конкурсная группа. Называется профиль предпринимательства. На нее заявлено 25 мест, то есть места у нас там предусмотрены только контрактные. На сегодняшний день очень активно уже во всей стране проходит профориентационное мероприятие по этой программе, где вы можете участвовать, например, в таких проектах, как «Мой первый бизнес» и различные другие активности. И более того, я вам скажу, что участие в этих мероприятиях позволит вам сэкономить еще на своем образовательном процессе, потому что фонд спонсирует и выдает сертификаты образовательные, и в ваших руках предоставит себе скидку от 20 до 40 тысяч. Поэтому добро пожаловать, все в ваших руках. Сколько бюджетных мест по направлению экономика? Тут обширный перчень достаточно под направлений, и хотелось бы озвучить их. 27 мест на бюджет, в этом году на экономику. Чуть больше, чем раньше. Поэтому шансы поступить на бюджет в этом году для поступающих на экономику немного выше. Уже три года было 20, в этом году 27. Поэтому дерзайте. Самый интересующий вопрос – это минимальные баллы при поступлении, и, конечно же, какие баллы должны быть по прохождению на бюджет? Минимальные баллы в этом году несколько выше, чем в прошлом году. И эти баллы устанавливает Рособранадзор. По математике 40 баллов, русский язык 39 баллов, общество знаний 46 баллов. Ну, это минимальные баллы, чтобы в конкурсе участвовать. А для поступления на бюджет, ну, на самом деле, нужно намного выше. Если вы по каждому ЕГЭ, ну, вот, русский математик, общество знаний, наберете по 90 баллов, то шанс поступления на бюджет будет хороший, значительный. Да. Если же вы будете сдавать географию, русский математик, географию, на направлении картография и геоинформатика, география, если вы химию сдаете, химию математики, русский язык, там проходные баллы чуть пониже – 215-210. Какие квоты предусмотрены в Институте управления экономикой финансов и есть ли какие-то ограничения в плане, скорее всего, возможностей? Ну, как таковая квота. У нас есть особая группа, это в любом ВУЗе, это абитуриенты, которые имеют особые права, это, не дай бог, ну, это сироты, это дети, которые не имеют родителей, это инвалиды, участники боевых действий, они поступают по отдельной квоте. Отдельный квот указан на сайте приемной комиссии, как правило, 2-3 человека, и на них отдельный конкурс. Если вы набрали достойное количество баллов, там проходной балл тоже не низкий по отдельной квоте, вы подаете на нее отдельно по особой квоте заявление о согласии на зачисление. Не в общем конкурсе, а именно отдельное заявление о согласии. И в конкурсе участвуйте. Если вы не проходите по особой квоте, тогда вы можете согласие переписать на общий конкурс. Предусмотрены ли бюджетные места для иностранных абитуриентов? Они идут по госквоте или же там другое поступление? У гослинии места бюджетные свои, они приема как бы напрямую не касаются. Абитуриенты стран Белоруссии, Казахстан, Киргизии, Таджикистан поступают наравне с россиянами. Они имеют такие же права. Они приезжают в Казань, до 10 июля подают заявление, документы. 13 июля стартуют вступительные испытания до 24 июля. Если они набрали достойный балл, они также поступают на бюджет. И такое бывает, ну, не скажу, что часто, но такие случаи есть, что абитуриенты из стран СНГ поступают на бюджет. Предусмотрена ли стипендия и из чего складывается повышенная стипендия? Из каких показателей? То есть отличная учеба или студенческая жизнь аксимия? Терпект, для фон, все, что касается стипендии, по результатам первой сессии, то есть в первом семестре все студенты, которые учатся на бюджетной форме обучения, они получают автоматически стипендию, то есть это базовая стипендия. Соответственно, после сессии, если они сдают успешно ее, то им стипендия назначается и продлевается в дальнейшем. Все, что касается повышенной стипендии, то здесь есть два варианта. Первый вариант – это если вы учитесь на отлично, и у вас повышенная стипендия за вашу академическую успеваемость. Но есть еще более интересная форма – это поддержка со стороны государства активных и инициативных ребят. И здесь есть все три трека, благодаря которым вы можете получать повышенную стипендию. Это, безусловно, ваши академические успехи, это участие в конкурсах различных, выигранные олимпиады, какие-то исследования, проведенные в рамках дисциплин, которые вы изучаете. Отдельным треком является научная составляющая, когда вы пишете статьи, выступаете на конференциях, участвуете в какой-то грантовой деятельности, и по ее результативности вам также может быть назначена повышенная стипендия. Но есть еще один трек, где вы можете себя проявить. Это, безусловно, социально-воспитательная деятельность. Поэтому очень часто все ребята, активно участвующие в общественной жизни, которые участвуют в спортивных мероприятиях, в культурных мероприятиях, то есть активно проявляют свою позицию, они также претендуют на повышенную стипендию. То есть все любые направления, все ваши треки, все ваши таланты могут быть раскрыты и, более того, поддержаны со стороны руководства, как университета, так и вообще федеральных органов власти. Поступают к нам абитуриенты не только, которые закончили школу только что, но и те, кто закончил колледж. Какие экзамены нужно сдавать им и когда они проходят? Если они закончили колледж профильный, ну, как говорим, профильный по банку с школами, например, то вместо общества знания такие абитуриенты имеют право сдавать экзамены экономика. Там проходной балл уже 40, не 44, как на общество знаний, а уже 40, несколько пониже. Если же абитуриент, выпускник колледжа, успел сдать ЕГЭ, он имеет право поступать по ЕГЭ. Если хочешь попробовать пересдать экзамен, который он сдал, считается, что не очень хорошо. Ради бога, он русский математикой использует ЕГЭ, а общество знания сдает у нас или экономику на выбор абитуриента. Один только нюанс. Если русский математикой выбираем ЕГЭ, а общество знания заявляем, что будем сдавать КФУ, то ЕГЭ уже не получится использовать. Все уже, как сдали испытания в КФУ, по этим баллам дальше уже будем в конкурсе участвовать. Учитываются ли личные достижения при поступлении? Это значок ГТО, если не ошибаюсь, сочинение или что-то подобное? Они стандартные по всему КФУ. 5 баллов у нас за аттестат с отличием или с золотой медалью. 3 балла призерам, 5 баллов победителям Олимпиад межрегиональных. Неважно, какой предмет, география, экономика, геология, юриспруденция, неважно. Это IT-школа Samsung, Abilimpics, участники Олимпиады. Они получают дополнительные баллы. ГТО 1 балл. Суммарно можно набрать не более чем 10 баллов. Какие баллы для прохождения на бюджет по направлению государственного и муниципального управления? В прошлом году проходной балл был 256. И в этом году, что он будет ниже, я бы не рассчитывал. Выше может быть меньше, маловероятно. Давайте немного расскажем о возможностях, которые есть у Казанского федерального университета, когда предоставляются студентам. Это общежитие, предоставляется ли они для всех, то есть для представителей бюджета и контрактной формы? В настоящий момент в Казанском федеральном университете существует единое правило по заселению первокурсников в общежитие. Действительно, Казанский федеральный университет – это уникальное образовательное учреждение, которое обладает очень хорошей материально-технической базой для проживания абитуриентов. И родители в этом отношении будут спокойны за то, как и где размещаются они. У нас комфортабельные места, которые предоставляются в деревне-универсиады, и, как правило, все первокурсники заселяются именно на эту территорию. Но кампус общежитий в университете очень большой, и, соответственно, в дальнейшем наши абитуриенты могут проживать, наши уже студенты, они будут уже не абитуриентами, они могут проживать и в других общежитиях. Безусловно, ребята, если вы интересуетесь, то вы знаете, что прямо на территории нашего кампуса располагается общежитие, то есть буквально в двух минутах ходьбы. Это тоже уникальная особенность, когда вы проснулись, и через пять минут можете быть уже на занятиях. То есть в этом отношении одно из общежитий находится близко к нам. Все, что касается дальнейших годов обучения, то все зависит от вас. То есть если вы проявляете правильное отношение и выполняете все требования к условиям проживания, то вы и в дальнейшем проживаете в общежитиях. Поэтому в большинстве своем наши студенты, все нуждающиеся, обеспечиваются общежитием. Но если вы какие-то правила нарушаете, то все точно так же, как и с законом, то, безусловно, вы этого права лишаетесь. Предусмотрена ли для студентов стажировка за пределами Российской Федерации? Если да, то где, допустим, обучение дополнительной загранили? Да, давайте я вам расскажу о всех возможностях, которые предоставляет Казанский Федеральный Университет и Институт управления экономикой и финансов. В частности, все, что касается академической мобильности. Мы называем все международные стажировки одним емким словом академическая мобильность. Что значит академическая? То есть вы проходите семестровое обучение в ВУЗе-партнере, в том ВУЗе, с которым у Казанского Федерального Университета есть партнерское соглашение. Обязательным условием участия в программах академической мобильности является ваша успешная академическая успеваемость. То есть мы рекомендуем к участию в данных программах только тех студентов, у которых вся сессия закрыта на оценке «хорошо и отлично». Вторым важным условием является, конечно же, знание английского языка. Поскольку мы экономисты, то чаще всего мы отправляем своих студентов на англоязычные программы. Поэтому знание английского языка на уровне ниже B1 по европейской квалификации является обязательным. B2, естественно, приветствуется. Конечно же, у нас бывают случаи, когда у нас бывают стажировки и на немецком языке, но, к сожалению, случаи, когда студенты знают хорошо немецкий язык, у нас меньше, чем английский язык, поэтому чаще всего это английский язык. Давайте я также расскажу превентивно об одной возможности, которую предоставляет наш институт. Это программа параллельного обучения с одним из ведущих университетов мира, университетом Лондона. Мы реализуем программу параллельного обучения непосредственно с Лондонской школой экономики и политических наук. И в данном случае у всех абитуриентов, которые поступают на программу бакалавриата по направлению менеджмент, профиль экономика и международный бизнес, есть возможность со второго года обучения быть зачисленными в университет Лондона, в Лондонскую школу экономики и политических наук на программу бизнес и менеджмент. Единственным и очень важным условием является свободное владение английским языком. Здесь, конечно, требования гораздо выше, чем просто к программам академической мобильности, потому что ваша задача потенциально это закончить 4-летний бакалавриат в Казанском федеральном университете с двумя дипломами, дипломом КФУ и дипломом Университета Лондона. Прекрасная возможность, которая на самом деле в рамках Российской Федерации предоставляют не очень многочисленные вузы, и мы являемся одними из тех, кто может предоставить вам такую возможность. Если у вас будут вопросы, вы можете непосредственно прийти к нам на день открытых дверей и переговорить со мной, поскольку я являюсь куратором данной программы, или, может быть, задать нам вопрос на горячую линию, потому что мы всегда консультируем и отвечаем на вопросы и родителей, и студентов, потому что данная программа бакалавриата не предусматривает бюджетных мест, это полностью контрактная форма обучения, и чаще всего возникают вопросы, сколько, как нам нужно платить. Это все в индивидуальном порядке, пожалуйста, мы будем рады ответить на ваши вопросы. Нашим битуриентам интересно поподробнее услышать про факультет географии, и увеличились ли бюджетные места на данный момент на факультет географии, картографию и геоинформатику в этом году? Места бюджетные, там их немало. Уже который год 25 мест бюджетных и на географию, на картографию. Увеличение не происходит. Конкурс стабильный, то есть проходной балл чуть больше 200, картография повыше 215, то есть поступить с географией, откровенно скажем, намного проще, чем с русский язык, математика, общество знания. Класс специальностей, то есть все выпускники востребованные, лично мне вот интереснее будет геоинформатика. Там компьютеры, что современная молодежь очень любит. География, это должен быть человек, который реально любит свою землю, болеет за ее экологию и хочет свою жизнь связать с природой. А есть ли бюджетные места на магистратуру и по каким направлениям? Да, я, наверное, отвечу на этот вопрос, потому что я сказала, что у нас все три уровня образования присутствуют, и в этом отношении магистратура не является исключением. И как сказала Оксана Викторовна уже, то есть наш институт, он богат тем, что у нас реализуются еще и англоязычные программы, ребят, поэтому обратите на это внимание, если вы хотите повысить свою международную конкурентоспособность, и для вас границы вообще не имеют значения, соответственно, добро пожаловать на эти программы. В нашем институте мы реализуем магистрские программы, их всего у нас 16 магистрских программ, по разным направлениям подготовки, например, по направлению подготовки экономика. Вы можете поступить на программы аудит и финансовый менеджмент, это особая программа, в которой тоже является значимой компетенцией английский язык. Почему? Потому что она имеет международную сертификацию, то есть она аккредитована международной ассоциацией ACCA, то есть это ведущая ассоциация, которая занимается аудитом, консалтингом, финансовым консалтингом прежде всего. Соответственно, если вы поступаете на эту программу, то у вас есть также опциональная возможность в процессе обучения получить сертификаты этой международной организации. Если кто из ребят интересуется уже непосредственно финансовой стороной, вы понимаете, что ее главной офис находится в Лондоне у нас, то есть здесь поэтому и английский язык значимый. При этом у вас есть опция получить диплом этой организации. Если вы успешно пройдете всю программу в Казанском федеральном университете, сдадите два квалификационных экзамена, то получите еще и диплом дополнительной этой организации. Кроме того, в направлении экономики у нас присутствует программа финансовая аналитика. В чем ее уникальная особенность? Она предполагает под собой несколько треков. Вы можете специализироваться как на микроуровне, на уровне аналитики предприятия, на макроуровне, также это у нас возможно. Ну и, безусловно, все, что касается финансового трека, это будет прежде всего здесь. Очень пользуется спросом у нас еще одна магистская программа, это экономика и управление организацией. И мы начали реализовывать ее в отраслевом аспекте. Соответственно, если вы не связаны с финансами, если вы не связаны с бухгалтерским учетом, но вам нравится направление экономика, либо вы хотите перепрофилироваться в рамках этого направления, то эта программа становится для вас интересной, потому что вы изучаете отраслевую специфику, причем здесь специализация может быть как в медицинской сфере, энергосфере, да, то есть все зависит от группы, которая подбирается. Ну и вот та самая англоязычная программа, она называется общий стратегический менеджмент, руководит данной программой у нас Ильша Травкатович Гафуров, координирует наш директор нашего института, Илья Гумерна-Багудинова, соответственно, и мы должны понимать с вами, что эта программа реализуется полностью на английском языке, то есть у нас как на уровне бакалавриата есть программа, которая full English, так, соответственно, и на уровне магистратуры. Эта программа имеет международную аккредитацию международного рейтингового агентства немецкого ФИБА, соответственно, и практически, наверное, 80% в разные годы ребята участвуют в академической мобильности, то есть они самые открытые, и команда на этой программе у нас такая международная, да, вот Аксану Викторовну не можно задавать вопросы по этой теме. В рамках направления менеджмента, кроме общего стратегического менеджмента в магистратуре, у нас есть еще две очень интересных программы. Это бизнес и менеджмент, и она имеет также международную аккредитацию рейтингового агентства СИМА, соответственно, здесь есть определенная специфика треков, потому что внутри этой программы, поступая на нее, вы можете выбирать для себя направленность маркетологическую, управленческую или финансовую, то есть здесь тоже мы стремимся с вами в образовательном процессе показывать, что один специалист в поле не воин, и вы всегда работаете в некой команде. Еще одна интересная программа – это управление проектами в сфере социального предпринимательства. Как правило, на эту программу поступают уже ребята с опытом, которые попробовали себя в этой сфере, и для них главный трек – это проектный. То есть они понимают, что свое будущее они будут связывать с различными проектными задачами, будут работать в проектных группах, и в рамках социального предпринимательства реализуют уже готовые проекты. В этом году мы будем ожидать первый выпуск этой программы, и, соответственно, ждем большое количество новых интересных проектов, которые будут реализованы не только в городе Казани, но и в целом в Российской Федерации. Эта программа тоже активно поддерживается у нас, и прошлый год это было совместное финансирование с Университетом Талантов, потому что это некая такая заказная по запросу созданная программа. Есть программы в рамках направления «Финансы и кредит», на нее я обращаю ваше особое внимание, с чем это связано. Если вы будете внимательно смотреть законодательство Российской Федерации, то вы увидите, что на уровне бакалавриата такого направления не существует. То есть финансы и кредит вы можете реализовать только на уровне магистратуры. Соответственно, эта программа у нас реализуется с применением дистанционных технологий, и там также несколько треков, которые один из самых ярких – это исламские финансы. Мы понимаем, что партнерский банкинг, исламские финансы и совершенно другие методы финансирования и инвестирования являются особо интересными в нашей многонациональной республике Татарстан. Также у нас реализуется программа в рамках направления «Государственное муниципальное управление». Она широкая, это государственная политика и управление. Это традиционная наша программа, которая существует на протяжении уже многих лет. Она реализуется как в очном формате, так и с применением дистанционных технологий, и это широкий спектр. Потому что программа востребована, и это связано прежде всего с запросом рынка. Мы понимаем, что если вы выбрали трек для себя в рамках государственных или муниципальных органов власти, то это означает, что без уровня магистратуры вы не можете занимать позиции руководящей. Если вы хотите стать начальником отдела, то вам необходим уровень магистрского образования. В этом году у нас объявлен прием на магистскую программу по направлению управления персоналом. Это управление человеческими ресурсами. Если вы хотите прокачать именно эту компетенцию, перепрофилироваться, очень часто ребята приходят совершенно с других разных направлений подготовки на эту программу, то добро пожаловать. И еще очень важный блок, который у нас продолжается, когда мы говорили про географию природы, об устройстве водопользования. Данные направления также представлены у нас на магистрском уровне. Здесь у нас есть интересные программы, как «Урбоэкология» и вторая программа «Безопасность и реабилитация территорий природных и техногенных катастроф». Это разные у нас программы. Одна реализуется на очной, другая на заочной форме обучения. Ну а по направлению география, то вы можете заниматься как раз такой междисциплинарной, учиться на междисциплинарной программе. Это экономическая география и пространственное развитие территорий. Обратите внимание, что на эту программу зачастую и поступают ребята с таких направлений подготовки даже, казалось бы, как бухгалтерский учет. И отзывы потом просто сумасшедшие, потому что они говорят, как интересно заниматься вот в таком формате проектной деятельностью. Но есть у нас еще одна очень интересная и востребованная программа. Она связана со стратегическим направлением развития нашего университета и в целом страны. Называется она с геоинформационной и космической технологией в экономике управления. То есть это также междисциплинарная программа. То есть мы обладаем в университете хорошей материальной базой, исследовательской лаборатории. Например, в этом же шоуруме не так давно у нас проходила связь с космосом, с космонавтами настоящими, где ребята могли из нашего университета задавать прямые вопросы тем, кто находится сейчас на орбите непосредственно. И исследования, которые связаны с геоинформационными технологиями, действительно очень востребованы. Мы считаем, что это наше стратегическое направление в будущем, и поэтому развиваем ее степ-бай-степ. Пока она заявлена только в заочной форме обучения, но в будущем возможна ее реализация и в очном формате. Пока мы недалеко ушли от темы лондонской школы, набор на обучение будет между первым или вторым курсом? Специфика набора на данную программу подразумевает, чтобы получить доступ, быть зачисленным в университет Лондона, вам нужно выбрать именно направление подготовки менеджмент и профиль экономика международный бизнес. Объясню почему. Потому что начиная с первого курса, именно в этом профиле подготовки происходит целенаправленная, таргетированная, так скажем, проработка компетенции, которые потом непосредственно будут вам потребуются для того, чтобы успешно сдать все экзамены и в университете Лондона. Поэтому если вдруг вы решили, что вы хотите закончить университет именно с двумя дипломами, пожалуйста, на момент подачи заявления обратите внимание, куда вы конкретно подаете свое заявление. Потому что направление менеджмент, оно у нас достаточно широкое, и в нем есть разные профили подготовки. Но зачисление именно на программу параллельного обучения с университетом Лондона возможно только через профиль экономика международный бизнес. Специфика данного профиля заключается в том, что все обучение, начиная с первого курса, осуществляется на английском языке, и все предметы читаются на английском языке. В данном случае, если вы зачисляетесь на обычный менеджмент, у вас просто не хватит ваших компетенций для того, чтобы потом продолжить обучение в университете Лондона. Зачисление в университет Лондона осуществляется после успешного окончания первого курса Институт управления экономикой и финансов. Я надеюсь, я ответила на вопрос. Пока мы не закончили тему обучения на иностранном языке, есть ли программа менеджмент магистратуры на иностранном языке? Да, давайте я тогда немножко более детально расскажу про ту программу, про которую только что нам рассказала Светлана Николаевна. Она называется «Общий стратегический менеджмент». Программа также реализуется на английском языке полностью, с самого начала. И это программа двойных дипломов. Студенты, обучающиеся на данной программе, помимо стандартной академической мобильности, то есть обучения в течение одного семестра в любом, практически в любой стране мира, могут также получить двойной диплом. Но партнерские соглашения в данном случае у нас есть с двумя университетами. Это университет Гисена в Германии и Лаперанский технологический университет в Финляндии. И у нас ежегодно определенное количество студентов возвращаются и защищают дипломы именно в двух университетах. И у нас этот спектр количества студентов, получающих двойные дипломы, ежегодно растет. Поэтому вот, конечно, хорошая возможность для тех, кто хочет закончить магистратуру с двумя дипломами, у кого хороший английский язык. Потому что одним из условий поступления на данную магистратуру является, естественно, собеседование на английском языке, где проверяются ваши компетенции, ваши способности воспринимать лекции на английском языке, участвовать в международной коллаборации. Еще раз давайте подытожим, когда мы говорим про уровень бакалавриата. Обратите внимание, что в рамках направления менеджмент у нас четыре конкурсные группы, о чем говорила Оксана Викторовна. И вот в одной конкурсной группе у нас есть англоязычная программа экономика международный бизнес, и вы должны подать документы туда. В другой конкурсной группе то, о чем мы уже с вами говорили, это направление предпринимательства совместно с фондом капитана. У нас есть еще одна уникальная программа, это менеджмент и юридическое сопровождение бизнеса. Как слышно из названия, она на двух столпах стоит. Это экономическое управленческое образование и юридическая грамотность, юридические знания. И широкая конкурсная группа в рамках менеджмента, где представлено еще пять профилей подготовки, на которые вы делаете выбор, уже будучи студентами Института управления экономикой и финансов. Итак, ребят, еще раз. По трем конкурсным группам менеджмента вы сразу выбираете профиль, на котором вы будете учиться. И учитесь на этом профиле с первого курса. В четвертой конкурсной группе, где представлено пять профилей, вы сначала поступаете на направление, и спустя два года выбираете профиль, и третий-четвертый курс учитесь уже в новых группах, которые связаны с вашей профилизацией. Вот очень внимательно на этапе подачи документов. Еще очень заочно. Пятый. Пятый еще. Вот Руслан Анатольевич меня поправляет. Еще есть очно-заочно. И смотрите, друзья, пять менеджментов, пять конкурсных групп в системе Абитулет, когда будете подавать заявление, это будет считаться одно заявление. Об этом не забывайте. У вас есть преимущество. Все пять менеджментов вы можете подать заявление. Это будет считаться, как вы подали одно заявление. Это одно направление подготовки. Да, ну и только внимательно, что знание английского языка на одной из программ вам требуется. И вы не сможете там обучаться, если у вас не будет должного уровня. Давайте тогда я просто предвосхищаю вопрос, который, наверное, будет связан с вступительными требованиями, потому что обязательно задают вопрос, нужно ли сдавать английский язык в формате ЕГЭ для того, чтобы получить возможность обучаться на англоязычной программе. Нет, не нужно. Поскольку она идет в рамках общего направления менеджмент, то общие условия поступления, как и для всего направления, действуют и на тех, кто поступает на программу экономика международный бизнес. То есть вы сдаете математику профильную, русский язык и общество знания. Стандартные условия. Единственное, что когда вы приходите и подаете заявление, вам обязательно нужно пройти собеседование. Это обязательное условие. Другое исключение, что здесь есть пороговое, скажем, минимальное количество баллов, которое требуется для того, чтобы быть зачисленным на данную программу. И это не ниже 180 по совокупности трех экзаменов. Давайте перейдем непосредственно к тонкостям подачи заявлений. Когда начинается подача заявлений абитуриентов? Когда они могут подавать? И какой срок им дается для подачи? 20 июня уже документы можно подавать, если они имеются. То есть нужно будет иметь ЕГЭ на руках, аттестат. Если все это есть, уже можно подавать. То есть выпускники прошлых лет, 20 июня, уже могут подавать заявление. В этом году выпускники этого года дожидают своих баллов ЕГЭ, дожидаются получения заветного аттестата, и уже можно подавать заявление. Это можно сделать дома, это можно сделать в приемной комиссии. Как вам удобнее. Абитуриенты, которые имеют диплом СПО, должны подать заявление до 10 июля. Об этом уже говорили. А так стандартный общий большой прием с 20 июня до 26 июля. После 26 июля начинается процедура подачи изменения согласия у зачислений. Ну и процедура зачислений стандартная во всем КФУ. 1 августа первая отсечка, первый дедлайн. 6 августа это вторая волна на бюджет. По количеству. То есть вы уже проговорили про менеджмент, что это считается как одна заявка. Сколько максимум и в какое количество вузов ребята, которые хотят учиться у нас, могут подавать документы. 5 вузов вы имеете право подавать заявление. Каждый вуз 3 направления подготовки. Если вы не подозреваете, что какой из менеджментов вам пока более интересен, вы можете на себе 5 менеджментов подать. Самое главное, на какой менеджмент вы подаете заявление о согласии на зачтение. Это очень важный документ, друзья. Почитайте внимательно правила приема. Данный документ только 2 раза можно подавать. И прежде чем подписывать заявление о согласии, четко подумайте, вовремя вы это делаете. Поэтому торопиться ни в коем случае с этим нельзя. Оптимальный вариант ждать прямо до 1 августа, чтобы шанс четко уже вами был, шанс уже где шансу больше, вы должны это понять. Только потом вот такой вот решающий шаг делать. Это касается, ну, в большей степени поступающих на бюджет. Если у вас баллов 220-230, можно смело подавать на контракт, подписывать согласие о зачтении, потому что на контракте нет ограничений, только на бюджет 2 раза можно подписать согласие. И лето ваше впереди свободное. Отдыхаемся, отдыхаем и готовимся к учебе. Если у вас баллов 240 и больше, тогда вы будете уже надеяться на бюджет. И вот с этим согласием надо быть очень внимательным. Не торопиться его подписывать, не поняв, где же шанс больше. На менеджменте, на сервисе, на торговом деле, на госмуниципальном управлении, на всех направлениях, где есть бюджет. — Парслан Татьевич, я очень часто спрашиваю, если я заключил договор, его оплатил, и вдруг так случилось, я поступил на бюджет. То вот в этой ситуации какие действия? — Да тут проблеми никаких. Вы пишете заявление, договор расторгаете, деньги в течение пяти рабочих дней вы получаете на свой счет. Поэтому ежегодно, только в нашем институте, бывают таких случаев около 15, когда абитуриент договор заключает, и вот чудо, оно происходит. Каждый год человек поступает на бюджет. Такое бывает. — А когда начинаются вступительные экзамены, допустим, на направление, и две волны происходят или одна? — По правилам приема с 13 июля до 25 июля экзамены первой волны. Кто первой волной не поступил или же решил поступать после этого, с 27 июля до 19 августа, вторая волна — это экзамены, прием заявлений и экзамены. — Это касается, что только бакалавриата, а по магистратуре? — И магистратуру тоже так же. Мы в магистратуру до 25 июля принимаем заявление, до 7 августа — первая волна экзаменов. 10 августа в магистратуре — это прием заявления о согласии на зачтение. 11-го — сочеляем целевиков, 12-го — общий конкурс. — А ограничено ли количество планов мест? — Вопрос сложный, похоже. — Будем ограничивать. — Кому вопрос, да? — Ребята, смотрите, в плане приема вы видите ориентир по количеству бюджетных мест, от чего зависит, есть ограничения или нет. У нас с вами есть законодательные рамки, которыми мы должны соответствовать, то есть это условия по обучению студентов. Поэтому это ориентир с чем связан? Например, у нас стоит на экономике 205, это контрактная обучающаяся. Соответственно, совместно с бюджетом это порядка 230 человек. То есть мы планируем, что у нас с вами будет около 9-10 учебных групп, которые будут заниматься. Среднестатистически у нас учебная группа — это 25-30 человек. То есть мы понимаем, что у нас есть некий люфт по каждой группе, по количеству обучающихся. И если мы понимаем, что когда мы видим приемную кампанию, что в соответствии с помещениями, в которых мы будем реализовывать учебный процесс, с преподавателями, которые читают эти дисциплины, и по контингенту групп мы способны принять больше, чем 205 человек, определенный люфт, то, конечно же, мы это реализуем. Но вы четко понимаете, что это уже некая такая вероятностная возможность. Поэтому если вы имеете хорошие баллы, если вы предоставили согласие, то, конечно, это конкурс, по которому вы зачисляетесь. То есть это ориентир, на который мы рассчитываем и планируем свой бизнес-процесс для реализации. Если бизнес-процесс нам позволяет на это направление взять больше, например, у нас очень часто это бывает с направлением экономической безопасности, по специалитету, мы каждый год стремимся ограничить уже, сначала мы наращивали объем, а сейчас уже ограничиваем, потому что направление стало раскрученным, то если мы понимаем, что мы можем принять 100 человек вместо заявленных 75, это реализуется. Но, безусловно, если заявлено 75, а принять 250 на это направление, мы не сможем никогда. То есть определенный процент отклонений есть, поэтому лучше ориентироваться на те конкретные цифры, которые стоят в плане приема. То же самое я хотела бы добавить по программам, которые реализуются на английском языке. Учитывая специфику образовательного процесса, то заявленная квота является нашим ориентиром, и превышать мы ее не будем. Возможно ли перевестись в КФУ с другого вуза Российской Федерации, и при этом остается ли форма обучения, то есть контракт у студента. Да, ребята, это важное замечание, потому что вы должны понимать, что очень часто, когда вы заканчиваете школу, вы не всегда ориентируетесь в своем будущем направлении развития. И если мы проводим опросы, то чаще всего мы слышим, какой ответ. Мама с папой посоветовали, друг посоветовал. И вот вы приходите и начинаете учиться, и понимаете вдруг, что это совсем не ваше. То есть это не трагедия. Что для этого нужно сделать? Нужно закрыть первую сессию. То есть запоминаем четко. Поступил, первую сессию сдай. Нацелено на результат. И если вы сдали первую сессию, дальше ваши руки развязаны. Вы можете искать то, где вы считаете будете более востребованы, и что вам больше подходит. То есть это есть определенная процедура у каждого вуза, и вы переводитесь из конкретного вуза к нам. От чего это зависит? Это зависит от наличия вакантных мест, если мы говорим про бюджетную форму обучения. То есть перевестись есть возможность не только на контрактную форму обучения, но даже на бюджет. В жизни случается всякое. Студенты меняют направление подготовки, у них есть какие-то личные обстоятельства. То есть они покидают свое место, покидают наш, допустим, университет. На сайте университета в разделе вакантные места с определенной регулярностью вывешиваются эти самые вакантные места. Если вы видите, что оно там появилось по интересующему вас направлению подготовки, вы можете подавать документы и претендовать даже на бюджетное место. Таким образом, перевод возможен, если вы сдали первую сессию. Вы переводитесь каким образом? Вам нужно будет потом ликвидировать разницу, которая у вас возникла в результате того, что вы один год не отучились. Чем позже вы осуществляете перевод, тем больше разницы, и, скорее всего, будете учиться курсом ниже, либо ваша интенсивность будет крайне высокая в рамках законодательства Российской Федерации. Вы можете ускоренно заканчивать образовательный процесс, как, например, это у нас в основном делают все те, кто отучились уже в техникуме, которые имеют определенные профессиональные знания, их срок образования, срок обучения значительно короче, чем стандартные, нормативные, например, на бакалавриате 4 года. Итак, еще раз очень четко. Поступил, сдай первую сессию, после этого у тебя есть шанс передумать и учиться там, где тебе больше нравится. Можно я сделать только одно очень важное замечание, потому что переводы, возможно, из разных вузов Российской Федерации. Наличие аккредитации у вуза, из которого вы хотите перевестись в Казанский федеральный университет, является обязательным условием. Правильно, Светлана? Мне, наверное, очень часто волнует вопрос перевода из зарубежных вузов, о чем начала говорить Оксана Викторовна. Ну, в данном случае, в принципе, если наш департамент образования не будет возражать против такого перевода, то такой перевод возможен. То есть он возможен в каком случае? То есть вам нужно подтвердить ваше образование. То есть если вы переводитесь на направление бакалавриата, то вы, если являетесь гражданином другой страны, вы должны подтвердить, что уровень вашего образования до вуза, он соответствует уровню нашего среднего образования. Если такую нострификацию вы проходите, вы имеете возможность перевестись. Если ваш уровень ниже в результате специфики образовательной системы вашей страны, то таким образом это будет невозможно. Вам сначала нужно дополучить образование более низкого уровня. У нас последний вопрос буквально. Можно ли поступить на коммерцию, на бакалавриат на базе высшего профильного образования, если не ошибаюсь, с действующим ЕГЭ с профильной математикой и русским, но без общества знаний. И что нужно будет доздавать для этого? ЕГЭ подаем с ЕГЭ заявление, а общество знаний сдаем у нас. То есть абитуриенты на базе профобразования, СПО, высшего образования, они имеют право сдавать экзамены внутри вуза. Так же, как и наряду с ЕГЭ. И вот буквально еще один вопрос зададим быстренько. Есть ли разница между подачей онлайн и через лично в приемной комиссии? Нет, нет разницы. Вы можете подавать онлайн дома, можете прийти к нам в приемную комиссию. Процедура совершенно одинаковая. Ну, думаю, на этом мы будем заканчивать. На этом наш эфир заканчивает. На этом мы буквально сделаем одно объявление, Дорогие ребята, уважаемые родители, все те, кто нас слышит. Мы вас всех приглашаем в наш институт очутиться на миг, на день студентами нашего института на такое важное мероприятие, как День открытых дверей. Поэтому 22 марта мы ждем всех тех, кто планирует в эту приемную кампанию к нам присоединиться. И есть еще один уникальный день в апреле, 3 апреля, когда студенты, уже учащиеся в бакалавриате, могут узнать более подробно про все магистрские программы нашего института. Добро пожаловать, мы вас ждем, будем рады видеть у себя на Бутлерова 4. Спасибо большое за эфир. На этом мы заканчиваем наш эфир. С вами была Диана Шилова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин